Безусловно, Уральск является одним из старейших городов нашей страны с уникальной исторической архитектурой. И знать, изучать историю своего края крайне важно, а сделать это намного легче, если вы посетите местные музеи. И одним из таких крупных музеев в нашей области является областной историко-краеведческий музей. И в нашем выпуске программы «Молодежь.Лайв» вы насладитесь атмосферой музея, познакомитесь с молодыми экскурсоводами и узнаете об их деятельности. Поэтому оставайтесь с нами и не переключайтесь. Дорогие телезрители и первый наш герой – историк, экскурсовод областного историко-краеведческого музея Мадьяр Сандебек. Он нам расскажет об особенностях этой профессии, а также поделится с интересными моментами из жизни музея. Здравствуйте, Мадьяр. Для начала расскажите, как это получилось, что вы решили стать экскурсоводом, с чего это все начиналось? Вначале хотелось бы рассказать, как я попал в эту сферу работы. В 2017 году я закончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Мохаммеда Тимисова, являлся студентом факультета экономики, истории и права по специальности педагогическая история. И в 2017 году я окончил, являлся полноценным специалистом. И в тот же год я первым уже делом после окончания учебы получил диплом, я отправляюсь на выполнение своего гражданского долга. То есть прохожу воинскую службу в городе Алма-Ате, в воинской части 55-71. Ну, в течение года проходит моя воинская служба, а после этого я как бы обратно возвращаюсь в наш город Уральск. И после прибытия обратно домой, спустя где-то через неделю, я начинаю искать работу по профессии. И таким как бы случаем получается то, что один из моих родственников увидел объявление в газете, то, что есть вакансия на работу экскурсовода в Западно-Казахстанском областном миссаре-кориевическом музее. Ну, вначале я думал, ну, как бы после армии работать надо все-таки. И решил, да, попытать свое счастье. Пришел сюда, прошел собеседование, где мне уже дали конкретный текст, по которому я должен был подготовиться, ну, так как меня должны были проверить мои навыки, на что я способен. И после этого случая уже с ноября месяца 2018 года и по сей день я являюсь экскурсоводной Западно-Казахстанского областного историко-кориевического музея. На самом деле, первоначально особые впечатления в работе не были, но со временем, когда узнаешь данную профессию, работаешь со многими людьми в разных сферах и разных возрастов, открываешь для себя очень много нового. То есть каждый день что-то новое практически получается. И здесь для себя большой плюс то, что ты узнаешь очень много информации для себя. Ну, мне как историку, мне это очень интересно. Различную информацию узнаешь, работаешь с людьми различного возраста, с различных структур, можно сказать. И плюс, благодаря этой работе я узнал очень много интересного про историю именно нашей области, узнал очень много исторических личностей, которые даже представить не могут, потому что они выходцы именно из Западно-Казахстанской области. То есть мне предстал большой шанс познакомить с историей не только жителей, но и гостей города нашего Уральска. И помимо этого всячески стараемся, чтобы историю знали, чтобы учили историю, чтобы знали и гордилось в основном наше молодое поколение. Теперь, Мадьяр, расскажите, в чем заключается ваша работа? Как бы наша главная задача, главная наша работа – знакомить посетителей музея с историей нашего края. То есть знакомить их с различными особенностями, какие интересные находки были найдены на территории нашей Западно-Казахстанской области. И помимо этого, ну, знакомить с интересными фактами о нашей области, знакомить с историческими личностями, которые являются выходцами из Западно-Казахстанской области, и их вклад в развитие Западно-Казахстанской области. То есть здесь именно касается истории Западно-Казахстанской области. То есть те люди, которые приходят в наш музей, они могут узнать историю нашего города Уральска и историю нашей Западно-Казахстанской области. А вот по вашему взгляду, насколько жители нашей области заинтересованы историей нашей области? Насколько они часто приходят сюда? Ну, сейчас, так как у нас ограничительные меры в связи с карантином, с красной зоной, народу у нас все меньше посещает наш музей, а так, если до карантина считать, то народу приходило очень много. Ну, в основном это местные жители города Уральска, помимо этого, с других районов нашего города Уральска, и, разумеется, это гости по всей нашей стране, с Алматы, с соседних областей, точнее. Ну, и, разумеется, наш город Уральск часто посещает, в том числе и наш музей, гости с зарубежных стран. Ну, например, в нашем музее были из Норвегии, Венгрии, Канады, Японии, Польши, Узбекистана. То есть, так как город Уральск, он становится, как бы, можно сказать, между... ну, приграничная область, и обязательно посещают наш музей, где мы их ознакомим с историей нашего города Уральска. Угу. Значит, каждый ваш день проходит увлекательность и знакомство с интересными гостями, да, получается? Да, 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 и причем гости различных возрастов, как начиная от школьников и заканчивая людьми уже в преклонном возрасте, можно сказать. А вот в вашей работе были ли такие вот курьезные случаи, моменты, которые вы можете отметить нам, рассказать? Ну, курьезные, это, имеете в виду, смешная ситуация. Это, например, у меня до сих пор это запомнилось, если я точно вам сейчас скажу. В начале 2019 года, это как раз-таки март месяц был, в 10.30, где-то у нас только рабочий день у нас меняется в 10.00, и спустя где-то 10-20 минут нас зовут, говорит, экскурсия, говорит. Пришла детская экскурсия, и мы думаем, ладно, детская экскурсия как детская экскурсия. Вышли, думали ученики и так далее, а там садика привели. Между прочим, не один человек, не два человека, а там целых две группы привели, по 25 человек, в общее количество около 50 детей было. И ладно, эти дети разговаривали как-то, чтобы так-то, но они вообще, ну, еле-еле говорят, вот так вот. И вот такие вот курьезные ситуации, ну, мы благодаря рассказам, ну, с помощью легенд, сказок, все-таки возрастная категория у нас тоже учитывается. Доступным языком. Да, доступным языком, да, для детей старались всячески говорить им, это, например, ложка, это вилка, вот раньше люди ели вот так вот. Ну, старались всячески объяснять вот этим детям именно вот этот контингент младшего возраста больше всех удивил. Они даже толком говорить не умеют, а их еще в музей привели, где история сего края рассказывается. Ну, с другой стороны, здесь стоит отметить, что уже с детства они прививают интерес к истории, это, конечно же, радует, с другой стороны, даже если им ничего не запомнится, или даже если они некоторые детали не поймут, да, скажем так. Да, да, некоторые, например, когда некоторые раз они повторно приходят, и бывает, говорят, а я помню, вы мне это говорили, я помню, вы мне это говорили. И как бы вспоминают это своего рода, это тоже очень хорошо. Ну, сейчас основное направление надо было, чтобы музеи побольше посещали именно молодежь касается, имеется в виду школьники и студенты. Ну, как бы своего рода чувство патриотизма, любви к родине, к уважению к родной земле, к родному отчеству, так своего рода. Так как музей является, как бы, можно сказать, мостом между этим. То есть, когда человек приходит, он другой, когда он отсюда, после того, как всю информацию получает, человек становится намного другим. В настоящее время я с уверенностью могу сказать, что хоть и наш музей является одним из старинных музеев в нашей стране, но он является одним из богатейших. То есть в фонде нашего музея многотысячные экспозиции, можно сказать. И в передовых рядах мы, как бы, не уступаем свой рейтинг. Хоть и наш город маленький, и наше, как вы видите, здание нашего музея не такое уж большое, но в силе экспозиции, в силе знаний, в силе престижа наш музей является одним из ведущих в нашей стране. В Адеярсе сейчас мы, значит, находимся в зале 20 века, да? Да, в зале 30 века. Вот скажите, пожалуйста, какие здесь есть новинки, что можно привлечь наших жителей, молодежь нашего Уральска, чтобы они пришли, увидели, что нового в музее, какие изменения, и пришли посмотреть, насладиться вообще духом, атмосферой истории. Здесь, например, вашему вниманию показаны в нескольких витринах у нас буквально на этой неделе открылась выставка в честь 95-летия со дня рождения известного государственного и общественного деятеля Мастахима Беляловича Ихсанова, который управлял нашей областью, то есть нашим регионом, 11 лет, то есть с 1975 по 1986 года, то есть в честь его 95-летия оформлена как раз-таки данная выставка «Ель-Есн-Ди-Гэ Нинселе Туга». То есть здесь, когда посетители музея придут в этот зал наш, мы непосредственно расскажем о жизни и трудовом пути Мастахима Беляловича Ихсанова. Например, буквально я вам сейчас в нескольких предложениях расскажу, что этот человек за 11 лет управления нашим регионом, какие новшества он внес на территории нашего города и нашей области. То есть Мастахим Белялович Ихсанов управлял нашим краем с 1975 по 1986 года, известный государственный и общественный деятель. То есть вы, например, в нашей области знаете то, что есть санаторий Ахжаек. Да. Вы это знаете, правильно? Вот как раз-таки в нашей области был построен санаторий Ахжаек. Вот, например, буквально элеватор в поселке Жилаева, в поселке Переметном. Это все при нем было построено. Практически стелла, вот эта, которая сейчас очень популярна уже у нас, это в честь наших земляков, которые погибли в Великой Отечественной войне, в Афганской войне. Вот это стелла, основу заложил как раз-таки Мастахим Белялович Ихсанов. Потом аэропорт, строительство, домов, дорог, домов, культур. Это все общежития. Вот даже здание нашего музея, раньше музей располагался в другом здании. И как раз-таки Мастахим Белялович Ихсанов дал разрешение на то, чтобы это здание перешло в руки областного историко-краевического музея. Я сделал, например, реставрацию Золотой Церкви или же Храма Христа Спасителя. То есть его вклад неоценим именно в развитие нашего региона и в развитие нашего города Уральска. То есть многие жители нашего города Уральска, особенно наши старшие поколения, когда приходят в наш музей, у нас, разумеется, есть стена, фотографии в честь него. И тогда они очень удивляются этому человеку. То есть при нем наш город приобрел такой более современный вид, в котором мы сейчас это все видим. То есть строительство домов, дорог, школ, больниц, аэропорта, стелы. То есть все это как раз-таки за 11 лет управления сделал Мастахим Белялович Ихсанов. И посетители музея, когда посетят, разумеется, наш музей, обязательно поднимемся во второй этаж, в зал истории 20 века, где ему уже более подробно будет рассказана история и трудовом пути этого замечательного человека, как Мастахим Белялович Ихсанов, родом из Западно-Казахстановской области, уроженец Женебекского района. Очень интересно вы рассказали. Это, я поняла, только малейшая часть, да? Это да, только малейшая часть. Надеемся, что вот история о выдающейся человеке нашей области, об одном из известнейших государственных деятелей нашей страны будет очень интересно послушать нашим телезрителям, жителям нашей области. Дорогие телезрители, очень надеемся, что было вам интересно и увлекательно послушать нашего первого героя, молодого и талантливого экскурсовода Мадьяра. Очень надеемся, что после его рассказа о музее вы сразу же захотите проявить желание снова посетить этот музей, почувствовать всю эту ауру, и ведь музей также работает в будние дни, кроме понедельника, поэтому наши экскурсоводы будут ждать вас. Дорогие телезрители, а мы продолжаем программу «Молодежь.Лайф» на телеканале АКЖАИК. Сейчас мы находимся в мемориальном музее имени Маншук Маметовой. Как мы знаем, Маншук Маметова была очень храброй и смелой девушкой, несмотря на свой юный возраст. А в этом доме жила семья Маметовых, поэтому вы сможете, посетив этот музей, узнать о ее семье, о ее биографии и также героических поступках. А расскажет нам об этом уже молодой экскурсовод Ая Жан, и также она расскажет нам о жизни экскурсовода, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ая Жан, вот вы уже пять лет работаете в музее. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать экскурсоводом, с чего началась вообще идея работать в музее? Я еще в студенческие годы проходила здесь в музее практику, и мне очень понравилась музейная сфера. Я решила попробовать себя на должности экскурсовода. Нравится мне эта работа тем, что она очень познавательная, буквально каждый день приходится изучать историю, историю ветеранов войны. Вот расскажите, в чем вообще заключается ваша работа, работа экскурсовода? Работа экскурсовода – это каждый день работать над самим собой. Очень важен эмоциональный контакт с аудиторией, дикция экскурсовода, речь. И экскурсовод должен быть актрисой, психологом и быть в контакте с аудиторией. Ну и при этом иметь знания определенные, кругозор. А вот отметьте, какие есть сложности в вашей работе? Ну, сложности бывают каждый день, буквально. Это волнение, надо успокаивать себя. Каждый день приходят разные люди, приходится приспосабливаться к ним. А какие у вас бывают случаи? Можете самые запоминающие моменты отметить? Запоминающие – это у нас, наверное, детские экскурсии, малышам детского садика. Очень сложно донести, но тоже время интересно. А вот скажите, Аяжана, бывали ли случаи, что приходили к вам агрессивные посетители? В моем опыте в музейной сфере таких людей не было. Они все добрые, отзывчивые каждый день. Радуют, конечно. Они открыты к истории. А какие чаще всего люди к вам приходят именно по возрастным категориям? Как часто молодежь интересуется историей? Сейчас, в сегодняшнее время, молодежь очень активна. Приходят в музей. Это наши студенты, дети, солдаты военных частей. Аяжан, наверное, каждый житель области, города посетил этот музей. Скажите, пожалуйста, какие были изменения внесены за этот год? В прошлом году, к празднованию 75-летия Великой Победы, у нас в диорамном зале «Бессмертный подвиг Маншук Мамедвы» была реэкспозиция. То есть сделали диораму с новой технологией 3D-мемпинг. Интересно. Она очень интересная. Там озвучка, бой, спецэффекты. Позже можем ее показать. Сейчас мы ее сможем посмотреть? Да, конечно. Хорошо, давайте тогда. Получается, Аяжан, этот зал называется диорамой «Бессмертный подвиг Маншук Мамедвы». Расскажите об этом зале. Что здесь особенного? В чем есть особенности? Кульминация музея – это диорамный зал «Бессмертный подвиг Маншук Мамедвы». Автор, известный художник, участник военной студии имени Грекова города Москвы Михаил Ананович Ананев. В диораме описано «Последний бой Маншук Мамедвы». Вызывается «Бессмертный подвиг Маншук Мамедвы». Все эти экспонаты, и в том числе земля, верхняя часть земли, привезенные с места гибели Маншук Мамедвы в город Неверпсковском области. Каска немецкого захватчика, каска советского солдата, пюлемет «Максим», гильзы от пюлемета «Максим». Все эти экспонаты, они очень значимы для музея. Наверное, самым интересным залом, да, действительно, является этот зал. И многие сюда приходят и любуются, да, интересно. Да, очень захватывающий 3D-мемпик, который показывали. И сам «Последний бой Маншук Мамедвы». Ая-Жан, наверное, у каждого музейного работника, у экскурсовода есть свой любимый зал, о котором он больше всего любит рассказывать посетителям. Скажите, какой у вас такой зал? У меня зал «Мемориальная комната». Мемориальная комната, где проживали семья Мамедвых. Здесь у нас экспонируются подлинные вещи. Подлинные вещи семьи Мамедвых. Это вот посуды, тульский самовар 1802 года. Это преданы Амини Семеновны. Интересно. Да, половник семьи Мамедвых экспонируется. Самым значимым экспонатом – это личные вещи Маншук Мамедвы. Это ее детский стульчик, газетница-конвертница, то есть ее сумочка, где она собирала свои письма, тетрадьки. Интересно. Да. И швейная машина «Зингер» 30-х годов. Угу. Так. Рабочий стол отца, рабочий стол Ахмеда Мамедвыча. Угу. Экспонируется вот керосимовая лампа, радиорепродуктор, глобус, чернильница. Он был известным врачом кожного нейрологического центра. Угу. Рабочие места. Все остальные экспонаты – это вещи тех 30-х годов. И мне очень нравится рассказывать об этой комнате, так как они проживали именно в этих двух комнатах в 30-е годы. Здесь чувствуется аура 30-х годов. Ая Жанна, вот скажите, когда вы уже определились с тем, что станете экскурсоводом, стоял ли у вас выбор перед музеями? Какой музей выбрать? Или вы, не раздумывая, сразу решили устроиться на работу именно в музее Маншук-Мамедовой? Да. Когда уже я определилась с должностью экскурсовода, мне очень понравился этот музей. Здесь каждый день, буквально каждый день проходят разные уроки мужества, встречи с ветеранами войны, тыла и труда. Каждый день приходят наши ветераны войны. Мне нравится общение с ними. И это самим собой очень интересно. И мне понравился этот музей. Здесь очень уютно. И еще приходит много людей. Стоит отметить, Ая Жанна, наверное, еще вам импонирует то, что Маншук-Мамедова – молодая, но очень смелая девушка. И вы ей восхищаетесь, как и многие другие люди, да? Да. Конечно же, трагическая героическая судьба восхищает каждого. Несмотря на свой возраст, пошла на войну, воевала. В музее рассказывается о детских годах, о героических подвигах и жизни Маншук-Мамедовой. Очень интересно. Но, думаю, наши уже телезрители, жители области, а также гости города заинтересуются этим музеем и обязательно посетят. Но при посещении этого музея они встречают вас, да, получается, в качестве экскурсовода. Ая Жанна, вас было очень интересно и увлекательно слушать. Узнали много полезного. И в завершении хотелось бы попросить сказать вам самые наилучшие пожелания нашим телезрителям. Всех посетителей, гостей города ждем у нас в музее каждый день с вторника до воскресенья. Желаем всем удачи. Любите свой родной город, родной край и историю родного края. Спасибо большое, Ая Жанна. Тогда пожелаем успеху в вашей работе, чтобы ваш труд ценился высоко. Спасибо вам за интервью. Уважаемые телезрители, спасибо вам, что были с нами. С вами была программа «Молодежь.Лайв». Культурно отдыхайте, развивайтесь, узнавайте много чего интересного. И смотрите нашу программу каждую субботу на телеканале Акжейк. «Молодежь.Лайв».